Добрый день. Добрый вечер всем. Здравствуйте, Лара, Надежда, добрый день. Добрый день всем. Геннадий на связи. Здравствуйте, здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Геннадий. Хорошо читаешь. Приятно, что ты читаешь мои посты. Я объявила, анонсировала, что боксер, наверное, кушает, а кушает паркинг, спит на паркинге. И что у меня есть повод, но ты не поверишь, я только что вбежала домой для того, чтобы, извини за задержку с началом эфира. Но потому что, я не знаю, я готова праздновать этот день 12 июня теперь, так же, как день космонавтики в 61 году. Но большой прорыв случился в моей жизни, поэтому я несколько взволнована и, знаешь, как сказать, растеряна. Ну вот, но я рада, что и ты прислал мне удивительные кадры этого красивого, я даже не знаю, как это называется по-русски, высокий берег, море, скалы или даже не знаю, когда. Я знаю, как это называется по-эстонски, потому что, ты знаешь, много клипов снималось как раз на этом красивом берегу, высоком берегу. Я кеолог часто там снимал клипы, и вообще очень много клипов было снято у Пугачевой по дороге, в Кей-Лайо от Таллина. Это такой плитняк красивый, если снег, плитняк, красивый высокий берег. Но высокий берег Азовского моря я видела впервые сегодня. Спасибо за фотографии. Я тоже, Татьяна, я тоже, я впервые здесь, на Тамане. И здесь, конечно, абсолютно неожиданные красоты. Ну, просто я себе, я сегодня съездил, ты знаешь, в домик Лермонтова, в Тамане. Там такое, знаешь, трогательное отсутствие каких бы то ни было артефактов, ну, за исключением самой этой Мазанки, которая в очень хорошем состоянии. Да, ну, артефакты его прекрасные, прекрасные поэмы и переизданные. Я, кстати, не знаю, насколько сейчас тиражи Лермонтова востребованы. Но, знаешь, в моем детстве я слово «тамань» знала, ну, как Михайловское «тамань». Ну, конечно, ну, конечно, это было, как сейчас, все, на слово «тамань». А, вино в нашем с тобой детстве и юности «тамань», конечно, это прочно и единственным образом ассоциировалось с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Как приятно, что ты доехал. Ты же знаешь, я очень люблю мемориальные адреса и готова простить все. Да, ты знаешь, мне вообще здесь очень нравится. И эта машина, боксер, которую ты упоминала, она, конечно... И Морозов жил в детстве в «тамань». Да, ну, приятно. У нас с тобой такая приятная аудитория. Я этим... Представляешь, этот боксер великолепный, конечно, абсолютно для здешних мест, потому что я открыл крышу, нахлобучил шляпу, придерживаю ее на открытых участках, потому что ветер... У тебя что, нет каскетки? У тебя нет каскетки? А мне каскетка не идет, у меня все каскетки... А тут идет, не идет, главное, чтобы барсалина может улететь. Барсалина можно... Ну, ничего, я придерживал руку. Так нельзя за рулем, нельзя. Поэтому они изобретают каскетки, которые... Бейсболки по-русски, шапочки, которые можно регулировать, чтобы она плотно была. Я же думала, что бедит. У барсалины тоже есть такие девайсы. Они приделывают тонкую резиночку, которая вот так вот... Как бы она открывается, и ты ее к пуговице на петельку присоединяешь. И у тебя шляпа тогда не может улететь. Да, да, но это Миланеза использует. Миланеза – это обязательное устройство. Я этот девайс знала по Милану. Ты знаешь, кое-кого в гардеробе был не один разных выпусков. И потом барсалину сделали даже, повторили эту реплику. Была такая, ну, знаешь, как Гуча и барсалина, все свои ударные модели из 50-х. Они повторяют это здорово. Алексей Свечников нам с тобой пишет, что бабушка его возила в Тамань в детстве. Есть много фотографий. Уси покусали, и ребенок бежал от них с криком. Но вообще мне очень нравится то, что станица, то, что... Расскажи, расскажи о Тамане. Фотографии Дима. Ну, значит, я тебе честно скажу, я... Ну, то есть у меня был некий в голове план. Я хотел вот такой сделать круг. И я тебе рассказывал, позавчера я выехал из Краснодара, приехал в долину Левкадия и встретился там с обоими Михаилами Николаевыми, и старшим, и младшим, и Михаилом Михайловичем. А Михаил Ивановича, я знаю... 20 лет больше. Больше, как тебя тоже, с середины 90-х. И мы с ним вспоминали, как и фонд Кумир, который он финансировал, будучи банкиром, и много всего хорошего сделал для театрального сообщества. И потом этот, конечно же, ресторан Кумир, первый ресторан Мишеля Троогроза рубежами Франции, и вообще первый такого уровня ресторан в России, в Москве. И потом он перестал быть банкиром и стал неожиданно для себя виноделом. То есть он сначала стал девелопером и решил развивать этот кусок земли, а потом вдруг понял, что... А почему именно Тамань? Почему именно... Почему он купил именно... Ну, у него еще... Это в общем случае это Таманский полуостров, но у него вот не то, что называется Тамань, потому что здесь огромные виноградники. У него, с другой стороны холмов, у него называется поселение Молдаванское. Это те места, где... Это предгория кавказские уже. Это не плоский вот этот вот пейзаж. Это предгория, это холмы. Это абсолютнейшая Тоскана. Особенно если учесть, что он везде высадил такие, знаешь, нитки... Пирамидальных тополей. Кипарисов, да. Кипарисов. Кипарисов. И он сделал самую длинную в Европе платановую аллею. Четыре с половиной километра. Идут вот так вот платаны, одинаковая абсолютно невероятная красота. Если бы я такого господина, как Михаил Иванович Николаев, встретила в 2002 или 2003, я бы, наверное, вернулась. То есть я очень люблю сажать деревья, и я в этом преуспела, и в детстве, и в юношестве. Потрясающе совершенно. И я бы, конечно, вернулась к своей теме растений в жизни, потому как... Ты знаешь, почти каждый... Как ты знаешь, я дружила, сейчас просто мы меньше общаемся нежно с Мариной. Они выпускают эти прекрасные... Напомни мне, ее муж швейцарец из Подверна, они выпускают эти прекрасные вина. Марина, в Бюрне. В Бюрне. В Бюрне, совершенно верно. Здесь они недалеко от тех мест, где я сейчас. Ой, здорово, да. Я помню, она мне рассказывала, что первое... Мы с ней встретились в 2002 году, нас познакомил, естественно, Дольф Михель. И все это проходило на Артистико, Кафе без артиста. И Марина, выпускница МГИМО, вышла замуж за винодела из Подверна. Им не хватало виноградников в Швейцарии. И это была программа, если я не ошибаюсь, это была государственная программа, когда швейцарские виноделы могли получать земли и приносить технологии. И на самом деле наступил, их накрыл такой успех, что в Швейцарию ничего не вывозилось. Они прекрасно продавали в Берме, помнишь, когда мы с тобой знакомились с русскими виноделами? Да, 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 абсолютно. И знаменитый бренд «Люблю». Да, «Люблю» как раз. Да, и «Зубная паста Сплаб» у меня есть «Любовь». И бренд «Люблю». Я, ты знаешь, мне... Ну, я же люблю все эмоции, поэтому мне красное сердечко нравится. И это вино, это чудесный подарок, роскошный, это очень правильный ход. Так вот, Марина мне как раз рассказывала, я не помню, может быть, даже уже показывала кадры. Тоже первое, что они делали, показать, что угодья под контролем, потому что маленькие саженцы пока не возьмутся. Но показать, что проект под контролем, они всегда высаживали сразу аллеи деревьев для того, чтобы обозначить территорию и обозначить... Ну, в общем, это часть проекта всегда. Поэтому эти красивые... Я вот на Сараме в прошлые выходные, на эстонском острове Сараме, мы проезжали чудесную мызу. И сирень, я думаю, что этим кустам точно больше ста лет. И огромная липовая аллея, ну, может быть, не километр, но километр, но метров пятьсот-шестот. Ты понимаешь, это двухсотлетние деревья, и это сирень, которая полностью пена сирени. Ароматный, которая пережила, переживет на островах, знаешь, какая вегетация. Это, конечно, я просто шапоу преклоняюсь перед теми людьми, которые вот так инвестируют в культуру, в природу, в картинку нашей жизни. И я никогда не попала в... Ну, ты знаешь, что Адыгея и Тамань – это два места, где я непременно хочу побывать. И то, что ты сказала при горе Кавказа, это действительно должно быть очень красиво. Вечером сделаешь пару снимочков? Ну, сейчас-то я уже не там, а сейчас я уже именно на берег Базовского моря, сейчас я в Тамани. Я начал говорить про Николаевых, про долину Левкадия. Это другое совершенно теруар. Я его немножко больше еще исследовал, и там же после Николаевых я заехал в Галецкий. Есть Сергей Николаевич Галецкий и Сергей Николаевич Галецкий. Два Галецких абсолютно четкие. Прекрасно. Галецкий и Галецкий. Да, Галецкий и Галецкий. Один из них – это бывший владелец «Магнита» и человек, который построил выдающийся парк и стадион в Краснодаре. Второй – это его родственник, это брат его жены. И они полные тезки, и это очень интересно. И вот они делают винодельню. И я был на их территориях, которые в государственном заказнике «Красная горка». Это уже ближе сюда, но это полчаса от долины Левкадии, наверное, 40 минут от долины Левкадии. То есть это очень интересный маршрут, когда ты можешь несколько теруаров взять. Да, и потрясающе. Там еще нет, там, к сожалению, нельзя пока посещать туристов. Они пока в процессе, не потому что они не хотят, а потому что это государственный заказник, и процесс согласования любого строительства занимает года. А они, естественно, что Галецкий – большие, так сказать, любители архитектуры. И я могу, мы можем целый эфир говорить о стадионе в Краснодаре и о парке, который он разбил. Тебе, конечно, было бы чрезвычайно интересно и то, какие растения там высажены. Ты бы меня потерял. Там от лавандовых полей до, простите, баобаба. Да, я видела роскошные, 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 боже мой, не камелии, а кожаные листья. Забыла, как называется эта растительность, кожаные листья. В общем, там, конечно, потрясающе. И вот тоже повторяется в долине Левкадии тоже очень интересно, потому что, ну, например, они высаживают в некоторых местах, которые исследовали почвы, везде исследовали почвы, и те места, которые пригодны почвой для выращивания трюфеля, они высадили там дубки и подсадили споры трюфеля в корневые системы этих дубков и уже получают небольшой, небольшой урожай был осеннего трюфеля. Это, конечно, черный. Черный, конечно, черный. Это не умбрийский летний, это не перегорский черный. Это не сосканский, да, и не умбрийский. Это очень интересно. И вот эти вот платановые аллеи, и, ты знаешь, они поля целые засеяли лавандой, и туристы приезжают в период цветения лавандой, знаешь, там такие просто как в Грассе, такие, так сказать, фотографии. Там, извини, я перебью тебя, но это действительно, это на самом деле знаковые поездки в лаванду. Я знаю, сколько романтических свиданий назначают мужья своим женам в честь дат. Или это очень такой возделанные, возделанные городские поля, они, сцена для таких мероприятий. Мне нравится, что такая сцена появилась в России, что эти лавандовые поля можно красиво еще совместить с роскошными дюрмарами, не надо сюда лететь, посмотреть. Надеюсь, что Красная Горка тоже позволит проезды по территории. Да, Красная Горка тоже чрезвычайно интересна, потому что там, конечно, я познакомился с виноделом, который делает для галинских вино. Звать его Алексей Толстой. Привет. И Алексей Толстой, это, ты знаешь, один из самых страстных виноделов, который я встречал в своей жизни, я встречал и много, он не переставая может обо всем этом говорить. Я узнал столько для себя всего нового, что, боюсь, даже, так сказать, моя перегретая ездой в открытой машине голова все это не усвоит. Но это так интересно, такие интересные, я узнал вещи и готов с тобой делиться ими. Тоже интересно, потому что они разбивают вот эту систему французскую крю, вот этих маленьких участков земли, на которых выращиваются отдельные какие-то винограды. И они называют это не крю, а не называют это склонами. И, соответственно, например, западный склон Красной Горки. Или там, ну, какие-то разные названия вот этих микротеруаров. Это страшная, страшно интересная история. И мне очень интересно туда ездить, конечно, и проверять. К сожалению, я был за рулем, поэтому я не смог вдоволь насладиться вином. Пришлось чуть-чуть, знаешь, набирать в рот и выплевывать. Но все равно это совершенно потрясающие вины. Они делают очень интересные пино-нуар, очень интересные шардоне. Замечательный совершенно, рислинг, замечательный. И все это очень небольшими размерами, ну, там, 10 тысяч бутылок, 12 тысяч бутылок какого-то наименования. И, собственно, начиналось это всего с того, что Сергей Гальцкий пришел, младший, и сказал Алексею Толстому, они нашли его, и сказали, мы хотим делать вино не на продажу, а для своих сотрудников. У нас много их, тогда еще был магнит. И мы бы хотели просто вот, чтобы у нас было такое семейное вино. И дальше был... Это магнит, магнит, это супермаркеты? Да, это была и есть самая большая сеть супермаркетов экономического класса в России. Они были проданы в свое время, ну, так сказать, деньги вот вложены в том числе в... Причем, когда шло обсуждение, Гальцкий говорит, ну, вот мы очень любим пино-нуар. Он говорит, ну, послушайте, с вашими возможностями вы можете купить себе прекрасные куски земли в Бургунде. И, так сказать, виноградники готовы делать чудесное вино изначально. Как моя Аленушка. Нет, мы хотим развивать виноделие в России, мы хотим это делать здесь. Ну, и вот, так сказать, это был мой вчерашний день. И вчера вечером я приехал уже сюда, в Низину, в Тамань, на берег Азовского моря, в станицу, которая называется Голубицкая. И здесь находится Романов «Wine Club and Spa». Тоже примечательный очень персонаж Андрей Романов, который строитель, и который, тебе будет это особенно приятно, владелец мануфактуры в историческом Конаково, она называется Романов «Фаянс». И он, это те самые места, где был завод имени Калинина, а до этого принадлежавший Матвею, купленный еще Матвееву, Кузнецовым. Кузнецовым. Принадлежавший семье Кузнецовых, Фарфорову, Фаянсову. Это очень известные «Канаковские фабрики». Это была отдельная апелляция, атрибуция «Канаковские заводы», «Канаковские фабрики». Это и в литературе часто встречается. И, ну, ты знаешь, в моё детство мы с тобой, может быть, следующий маршрут, который мы с тобой проезд на мои родные места, на места моего детства, скажем так, детских месяцев, летних детских месяцев. Я же не родилась в Твери, а только проводила там каникулы. Ну, ты, послушай, ты выросла там. Я, да, я выросла. Я думаю, что тверские деревни эти, чукламские, не чукламские, как это? Старовья, чукламские, ноугорские, да, это поселения. Они достаточно типичные, под Ленинградом они выглядят так же. Но мне будет интересно съехать с нашего маршрута и вставить в него вот такие объекты. Я знаю, что, ну, вот Виктория, Сильвершах, мы с ней, ты знаешь, как долго я хотела найти пиалу удобного размера, чайного. И мне ни одна не подходила по размеру, по рисунку. И надо сказать, что мы много месяцев. И это не частый реквизит, как ты знаешь. У тебя есть несколько, но это не мои тона. Поэтому и вдруг вот несколько недель назад появился такой лот. И Виктория мне написала, вас по-прежнему это интересует. Мне очень нравится, когда это правильным антикварам и правильным ремесленникам вообще свойственно запоминать пожелания и стараться выполнить, добыть этот лот. Это, во-первых, всегда обогащает профессионально, так как я отвечаю на вопросы, которые мне посылают на сайт. Ты знаешь, это десятки вопросов в день. Мне это реально интересно, потому что иногда мне приходится работать над этим. По-моему, один ответ стоит 5 евро. Я могу 3-4 часа потратить, чтобы найти исходник, чтобы ответить, чтобы показать, чтобы доказать, потому что пытливые зрители не посылают мне за деньги простые вопросы. Это не Татьяна, какое это растение у нашей дачи. Я говорю «аппликейшн». Есть, настраивайте аппликейшн на ваше растение, и все вам пишут. В этикете сложнее. Поэтому у меня прекрасная первомайская фабрика, и это прекрасная первомайская фабрика, и это тоже тверская. И я сфотографировала, даже сделала пост. Это клеймо с гербом Советского Союза. Это наверняка эти заказы для Ирана или заказы для азиатских республик, для Успекистана, скорее всего, для Кирпизии, для Даджикистана. Это экономный фарфор. Это, наверное, скажем, такой. Это как раз то, что есть в Тверской. И у Кузнецова это тоже был один из таких шепотребов, заводов, которые тиражировал, и посуду для общепита, которому хотели придать шик и культуру. И вот эти вещи, я думаю, что я буду ее брать в путешествие, я буду с ней путешествовать, потому что выпустить из рук ее невозможно. Прости, Бернардо. Ну, может быть, у меня такая игрушка сезона. Время от времени надо менять. Да, да. Послушай, ну, значит, вот Андрей Романов. Он в свое время здесь появился в конце 90-х еще. И страсть его была, в первую очередь, не к винограду, а к лошадям. Он увлекается всем, что связано с кавалерией и с историей кавалерийского движения в России и с лошадьми. И он сюда попал. И постепенно стал складывать деньги в какие-то винные производства. Но тогда, в конце 90-х, еще не было даже Бернии, еще, ну, вот все это было винные заводы. Да, это, так сказать, большой бизнес, это недорогие вины. Это же сладкие крепленые вины, насколько я говорю. Да, ну, они не всегда крепленные, они просто, так сказать, скорее полусладкие, они натуральные. Сахар и... Они были, даже в Советском Союзе. Таманские вины всегда были, даже в Играде. Как мне сказали, постепенно понял, что это, так сказать, нужно делать что-то свое. И построил вот со временем большой винный бизнес. Это называется поместье Голубицкое. Это большой винный завод, который здесь через дорогу. И через какое-то время стал строить здесь просто при этом некую свою счастливую деревню. Да, виллу построил с бассейном, какие-то номера. Здесь сейчас гостиница с 10 номерами. Четыре люкса в отдельной вилле. В этой же вилле находится пьяно-бар, находится библиотека. Он очень трогательно, он купил. Знаешь, закрывалась библиотека в Тамане. Ну, как мы понимаем, сейчас это не самый ходовой, так сказать. Он целиком купил библиотеку, перевез ее и расставил по полкам у себя вот на этой вилле гостиничной. Это очень трогательно. И там же его коллекция живописи. И там при этом есть и современная, и какая-то историческая живопись. И вот поженилась очень хорошо его фаянсовая история. Потому что, ну вот, вино здесь, понимаешь, вот такие, например... Ты знаешь, мне это очень нравится. Ты прислал мне, я изучила сайт, роман Фаянс, да, он называется. И мне интересно, ты знаешь, эти бакеты никто не делает. На самом деле, не обязательно... Да, причем они... Да, причем они такого размера на две бутылки. Это вообще... Да, идеально. Послушай, этого артикула в Европе не найдешь. Ты можешь поставить букет цветов, ты можешь в ней же охладить бутылку вина. Ты можешь, ты волен охладить несколько бутылок вина на выбор, если пришла компания гостей на дачу. Хотя почему на даче? Это фаянс, это прекрасный инструмент для любого отдельного столика, который стоит в гостинке, ты принимаешь или накрываешь, или готовишь. Это очень... это суперудобное устройство. Я посмотрела их роспись, краски, и все это сделано с большим вкусом, и самое главное, с большой любовью. Человек, который не интересуется тюнингом быта, никогда не стал бы выкупать библиотеку, устраивать, совмещать, женить ее со своим фаянсом. И действительно, мог бы намного проще устроить свой завод винный, который... При этом винное производство... Он несколько лет назад продал белуги. Да, я читала. Но сейчас, так как у него здесь есть земля, то он здесь снова разбивает виноградники уже свои, какие-то небольшие, и его идея в том, чтобы здесь делать не промышленное вино, а давать возможность виноделам, которые... Ну, понятно, что энологи, они вынуждены делать промышленное, да, так сказать, для того, чтобы существовать. Но все равно у всех есть какая-то мечта, всем хочется каких-то экспериментов, каких-то теруарных экспериментов, экспериментов с сортами винограда, с винификацией и так далее. И вот его идея в том, чтобы... Знаешь, вот как есть арт-резиденции, куда могут... Да, это как-то сорвало меня с языка. Да. Мы с тобой видели прекрасную арт-резиденцию. Как мы сегодня рассказывали, у меня была та же самая идея. Да, это вот абсолютная арт-резиденция, где аналогические опыты могут быть поставлены. И здесь же будет, насколько я понимаю, построены конюшни и корты и так далее. Здесь, в общем, такие... Ну, и совсем, чтобы ты к Андрею Романову испытала чувства правильные, здесь по территории бегает его... Ты вынуждаешь меня прогуглить. Да, Джек Рассел по имени Бублик вчера ткнулся мне в ногу. Ну, как чувствовал, что ты кое-что знаешь про Джек Рассел, Бублик. Да, очень требовательно так. Знаешь, как будто у меня где-то в руке был мячик, который я должен был бросить. Да, ты же знаешь, как это делается, амплитуду мяча. У тебя все это должно быть еще в памяти. Да, абсолютно. Наработано. Ой, это удивительно красивая история. Скажи, а когда ты проезжаешь от одних теруаров к другим, ты видишь деревни, станицы? Как это выглядит? Как выглядят станицы? Как устроены... Ну, знаешь, во-первых, вообще все, что проезжаешь в Краснодарском крае, выглядит очень ухоженным, очень богатым. Видно, собственно говоря, видно, что это очень богатая земля. Много очень цветов. Перед домами, особенно... Палисады, мальвы. Да, палисады просто... Розы. Огромные, огромные розовые кусты, очень часто мальва. Вот все это... То, что мы любим. Да, такие, знаешь, жирные, скажем так. И понятно, что это выращивается не на продажу, это просто, ну вот, хозяева хотят, чтобы перед домом были... Всем радовали глаз вот эти огромные какие-то цветочные заросли. Дико приятные и очень... А, слушай, хозяйки соревнуются, у кого какие мальвы. И сколько сортов мальв было раньше георгинами. Это была комодити семьи, клубни георгинов, которые как раз разводила семья, обменивались этими георгинами, выводили новые сорта. Это было целое огромное движение, о котором я часто вспоминаю. И, наверное, скучаю, потому что можно было... Вот нас смотрит Алексей Свечников, он сегодня получил морозника, лоты морозника, которые он заказал как раз для того, чтобы готовить себе следующую весну. Они пришли уже в таких современных контейнерах, в пластике прозрачном, клубни, корневища и растения. Это по-эстонски, прямой перевод с эстонского, это звучит как зимняя роза, и это морозник по-русски. И это они тоже бывают в различных оттенках. Очень английская штучка. Алексей живет в Вильмингеме, поэтому... И вот это оно, и, в общем, человек убирает свой глаз, убирает свою жизнь, декорирует свою жизнь, доставляет себе приятное, потому что действительно эти цветы многолетние. Они очень не мальвы, вообще не вихотливые. И, как я сказала тебе, даже сирень, после того, как хозяева покинули мы в 1940-м, сирень также благодарно цветет. И когда мы с тобой на русский север едем, избы рухнули, крыши упали. А сады также преданы цвету. И яблони, как ты знаешь, и сирени, и все, что... Это все многолетники, которые... Поэтому, ну, не знаю, для меня это... Ты так красиво это все описал и рассказал. И я обязательно зайду и посмотрю твои маршруты, которые ты делаешь для Go Travel и для Мастеркарта. Мне интересно. И действительно, многие где-то всегда ездят, повторяем маршруты, к этому человек склонен. И иногда хочется чего-то нового. Вот твое описание этого красивых пейзажей. И абсолютно новое ощущение все время, что все строится, все происходит. И нет никакого запустения. Может, кто-то не любит видеть запустения. И, может быть, кто-то обойдет внимание Мазанку, Михаила Юрча. Но есть на что посмотреть и есть чем впечатлиться, правда? Да, но это все равно очень приятно, потому что ты понимаешь, что, Михаил Юрьевич, из окошка... Собственно говоря, главный артефакт. Ты видишь ровно тот же самый... Писан. Томанский залив, который он видел из окна этой Мазанки. И ты видишь ровно то же самое море, тот же песок и то же самое небо. И это абсолютно, знаешь, я вдруг... Там маленькое такое окошко, которое смотрит прямо на море. И ты... Я вдруг через это окошко увидел полотно Марка Ротко. Потому что сверху был голубой цвет неба, полоса, потом полоса синее моря Томанского залива. А потом желтый такой насыщенный полоса этого самого песка, пляжа. И это ровно вот так вот было, знаешь, как эстонский флаг, только вот эти цвета. Послушай, я могу себе позволить только голубое небо и рапс, что дает другой флаг, не моей страны. Но голубое небо с рапсом тоже неплохо. И хорошо, что тебя не занесло в рапс. Я не знала, что эти мошки или как это, насекомые, которые работают в рапсе над рапсом, они сразу перебрасываются на любого костя. Да. И если, к счастью, я была в белом, а не в желтом. Если была в желтом, я вся превратилась бы в рапсиху. Я была вся бы засижена вот этими мошками мгновенно, потому что это новый для них объект. Поэтому пейзажи в июне, конечно, дивной красоты. Если ты мне еще подснимешь где-то по дороге мальв, я постараюсь... Я в прошлом году, позапрошлом году, в девятнадцатом году, прямо в ботаническом саду в Киеве у меня был такой... Два дня я приходила к ботанику, которая специализируется на мальвах. Много агроном, много работала по мальвам, по культуре мальв. Они промышленные, если ты знаешь, это лекарственные растения, и у него была отдельная декоративная, глава декоративная мальва. Вот, я не знаю, букеты по понедельникам, Самсон Сагаяна, он, наверное, бы составил нам прекрасную компанию для обсуждения этих... Обязательно. Ладно, мальвочек мне. Да, ну расскажи, а что такое винный, как ты назвал? Спа, вайн... Это называется у Романов, вайн-клаб и спа. А, вайн-клаб. Да, спа, впрочем, пока еще нет, кроме как-то названия. Ну, ты на воздухе, во-первых, ты видишь бассейн, ты видишь... Бассейн есть, есть пёсбублик, есть библиотека, вообще... А что это через воду? Страшно меня распаляющие витрины с фаянсом. Ну, ты не можешь, потому что Римова заняла все место в багажнике, куда ты это все привяжешь. Это же невозможно. А у меня есть два багажника в машине. Ну и почта работает. Ну, в общем, ладно, не распаляйся, отвернись от рин, распаляйся лучше на вино. Скажите, о винном клубе. Какой выбор вина? Ну, здесь все вино из поместья Голубицкой, и я вот сейчас, собственно, из Голубицкой эстэйп, мне посоветовал... Тут есть винный консилер по имени Никита. Да. Юноша, который играет на гитаре, делает вино и работает консьержа, в общем, широкого профиля. Вот он мне, значит, посоветовал вот это, Пино Нуар, Пи-Эн. Голубицкий эстэйп. Да, Голубицкий эстэйп. Это у них есть такой noble selection. Это Пино Нуар в разе. Это чистый Пино Нуар, превращенный в розовое вино. И 15% этого вина выдержано во французском дубе. И остальные 85% винифицированы в сталь, без выдержки. Довольно интересный результат. Ты знаешь, как трудно сделать пропа розовое вино. И вообще говоря, мало где в мире оно удается. И можно сделать дешевое розовое вино. Но вот дорогой вариант, чистый Пино Нуар, тем более, сделать очень непросто. И я вчера очень интересное розовое вино пробовал, но его надо было выплюнуть у Галецких. И вот сегодня в Голубицком я уже не выплевывая попросил себе бокал для Пино Нуара. Ну, я тебе намекнула. Я уже пост на эту тему написала, чтобы ты себе не отказывал. Я по-прежнему еще с светлым шуйсянем. Я даже не успела сервировать ничего, но повод есть. И поэтому удивительно красиво. Я не знаю. Скажи, а дальше, куда ты едешь? Дальше я здесь еще провожу сегодня вечер-ночь. Завтра я заеду к своему... Ты помнишь, у меня есть тульский такой приятель винодел, Сергей Паладичев, вино которого мне очень нравится. И он строит винодельную свою в Анапском районе. И я к нему заеду посмотреть, как он обустраивается. И дальше я поеду в Анапу, остановлюсь в городе Утесов. Тоже мне очень нравится, что появляются вот такие места, которые могут быть, знаешь, целью путешествия. Да, это все, это абсолютно, то, что ты рассказываешь, это целое, вот то, что мы любим записать. Потому что, конечно, то, что ты выезжаешь когда из Романово и едешь в сторону Тамани, очень красивая дорога и множество диких пляжей с высоким берегом, куда можно пешком или даже на машине где-то спуститься. И есть какие-то грязевые вулканы, источники. То есть за такими кряжами больше не нужно летать в Оман. Теперь у меня есть новое направление для уединенных пляжей, которые какие бы маленькие бухты, которые ограждаются. Да, но здесь надо иметь в виду, что, конечно, вот таких мест, как Романов, пока очень немного. И ты выезжаешь, тут в километре отсюда какой-то стоит бурлескный средневековый замок, вернее, гостиница в виде, знаешь, с башнями и донжонами и кикендекеками своими. Это смотрится здесь, конечно, весьма странно. И все из кирпича наверняка. Ну, это такой рустованный фасад. Понимаем, понимаем, понимаем. От слова «рус». Да, продажи от собственника там написано. Вот, и таких мест много, и есть старые какие-то кемпинги, да, и базы отдыха, кемпинги и так далее. И, так сказать, ну... Я очень хочу, чтобы кемперы вернулись, чтобы можно было взять кемпер, поехать, вот припарковать. Здесь есть места, где можно припарковать кемпер. Ой, здорово, что право. Да, и мне посоветовала девушка, которая здесь работает. Здесь персонал набирается по всей стране. Вот Никита, он местный, а управляющая. Вчера познакомился Марина, она из Москвы. И еще какие-то тут интересные встречи везде происходят. И мне, я стал спрашивать какие-то места, мне посоветовали довольно... Во-первых, я вот съездил, там же в Тамане есть, ты знаешь, винодельческое хозяйство Шато Тамань. Но вино в меньшей степени меня интересовало Шато Тамань, а вот меня интересовал у них гастробар при винодельне. И ты знаешь, это оказалось совершенно замечательное место. Я там был, к сожалению, один. Ну, то есть я никогда не сожалею, когда я один, но мне всегда... Геннадий, подожди, ты только пишешь свой маршрут, когда он заработает. Мы уже с тобой не можем быть одни, поэтому мне... Да, если скажу, что... Остались для себя. Мне приготовили замечательный совершенно суп с местными морепродуктами, с мидиями и рапанами. Мне сделали сыр, овощной салат с местным сыром, такого адыгейского свойства. И мне сделали севиче из судака. Я никогда не подозревал. Никогда не пробовала. Судака можно использовать для этих целей. Это было весьма неплохо сделано, с облепиховым соком в качестве кислоты. Слышко прекрасно. С местным перцем. Это, в общем, довольно впечатливший меня и замечательный... Если ты, что преподаватель не обедал и плохо ужин, то, конечно, слушать про судака, севиче из судака под облепиховым соусом, может быть, еще с кедровой отдушкой, конечно, достаточно тяжело. Тем более зеленый чай работает. Но ты знаешь, у меня всегда есть символы. И вчера Людмила Ойаверес, которой я впервые, живя в одном городе, познакомилась, наша с тобой зрительница, она не скрыла, она сказала, что она фанат. Она передала тебе сувенир, который я привезу на нашу встречу. И она мне передала некий пакетик красиво упакованный, передачу, подарок из России. Помимо того, что Надежда Кондакова подарила мне бальзам на душу, сборник стихов, который опубликован... Ее стихов, который опубликован... Опубликован 12+. В 2012+, сборник опубликован в 2018 году. Мне очень приятно. Я действительно... Было сопроводительное письмо. Была дивной красоты. Моя любовь к открыткам известна. Все наличники. И самое главное, прости, фушон. Пришла с 1913 года печенье юбилейное в шоколадном пальто. Пальто из шоколада. Ну, маленькая пачка. Синица мне досталась. Ни один баклан не мог у меня ни кусочка вчера на пикнике взять. Но вот эта пачка, сегодня я ее открою. Это будет мой такой десерт с посвящением. Именно сегодня. Для меня это очень важно. Это что-то... Ты знаешь, я не возвращаюсь из Москвы без пачечки юбилейного печенья. Меня мало кто поймет. Есть у нас с тобой Рене Кирску, у которого я... Он однажды остановился у меня. Я уезжала. Я сказала, вот тебе чай. И вот тебе пару пачечек. Он сказал, с тех пор обязательно. Надежда, я вас благодарю. Это... Что такое фушон, ты знаешь? Кто такой? Эрме, Пьер Эрме, ты тоже знаешь. Но пусть простят, господа. Я очень люблю французские десерты. Но это было... А мне всегда было любимым печенье селга рижское. О, я даже не знаю. У меня стабу Ракс в Рике. Это был такой кекс, где были просто смой кулак. Такие черносливы, курага, орехи. Это тоже было очень вкусно. В картонной коробке. Такой, знаешь, как куклы в детстве приносили на день рождения. Такой крафт. Ну, японцы, естественно, бы это оценили, но это... Рвали руки эти упаковки от кекса. Но он был безумно вкусный. Я его маме привозила. И это номер один в России. Написано печенье номер один в России. Тоже не должна рекламировать. Но я думаю, мне хватит. И спасибо огромное, Надежда, за этот жест. И за то, что вы внимательно слушаете наши эфиры. Правда, это же из подслушанного. Из красиво подслушанного. Я вижу, что Розе... А ты со льдом или в чистом виде, Розе? Я в чистом виде, но оно же у меня стоит в кулере. Да. Со льдом, прекрасным фаянцем. Фаянц сам по себе. В общем, эти кулеры меня слили с ума, кстати. Да, конечно. А сколько людей? Я должна разузнать. Ты знаешь, я... Это тоже мы ставим с тобой в маршрут, этот завод. Это все очень интересно посмотреть. Памятник Венецианову мы с тобой уже видели. Поэтому на Удомельском, в районе Удомельского озера. Поэтому Тверская земля богата на адреса. Поэтому мне это все нравится. Мне нравится то, что ты составляешь эти маршруты. Мне нравится, что это очень handy. И мы можем воспользоваться этими маршрутами. Зайти на сайт. И все это прекрасно. И аппликейшн, и все прекрасно применить. И ты сказал, что ты сожалел, что был один. С одной стороны, хорошо, что это все будет очень занято. Но нам сложно, если иногда с тобой место во время следующего путешествия. Но это очень важно. И я надеюсь, что нашими с тобой глазами могут увидеть эти места и наши зрители. Это очень интересно. И пожалуйста, завтра сделай хоть короткое включение из Утесова. И я знаю, что мы с тобой в понедельник включаемся, во вторник включаемся из Беленджика. Верно? Решим. Я думаю, что в понедельник, наверное, в понедельник мы с тобой сделаем. Решим. Я, кстати говоря, в понедельник, 14-го, мы решили с шеф-поваром отеля «Метрополь» в Геленджике устроить совместный ужин. Я просто тем нашим подписчикам, которые в Геленджике или будут в Геленджике, не могут присоединиться. Там продаются билеты, а шеф-повар готовит несколько блюд. А я попросил Михаила Николаева, и он приезжает, привозит свои вины. И мы будем рассказывать о долине Левкадии. И попробуем несколько вин и несколько блюд. И я назвал это... Метрополь? Ты назвал отель «Метрополь»? Отель «Метрополь». Это бывший Кимпинский, он теперь стал... Александр Клячин решил развивать бренд «Метрополь». Слушай, как интересно. Да. Как это все развивается. Какая в этом прекрасная энергия. И у него, ты знаешь, есть сеть «Азимут», и он совершенно логично рассудил, что гранд-отель «Геленджик» не подходит. Вернее, сеть «Азимут» прекрасна, но она четырехзвездочная, а здесь гранд-отель абсолютно незвездочный. И развивая, так сказать, традиции русского гостеприимства, он решил, что вот такие отели он будет называть «Метрополем», развивая бренд «Метрополь», который ему принадлежит. И это совершенно замечательно. И «Геленджик» я с предвкушением ожидаю «Геленджика», потому что все говорят, что это совершенно взрыв этого места. Ну, во-первых, это культурный взрыв. Послушай, «Геленджик», мы с тобой можем вести эфиры не один день. Даже не бывая в «Геленджике», мы уже можем составить с тобой целую прекрасную многотомник рассказов о тех наших эмоциях, которые связаны с «Геленджиком» или отходят к «Геленджику». Это очень интересно. Опять-таки, я не бывала в этих местах. И, в общем, собираю адреса, и я думаю, что нам с тобой будет поговорить о чем, когда мы с тобой увидимся на следующем. Да, нам будет о чем поговорить. И мне тебе надо будет много всего рассказать. Приятно. Да. И я к тому, что, друзья, вот 14-го вечером в гостиничном ресторане под названием «Фьюжн», это панорамный ресторан на восьмом этаже гостиницы «Метрополь», можно будет съесть, выпить и пообщаться со мной. Ну и я расскажу о каких-то своих находках в Краснодарском крае и Адыгее, сделанных мною в ходе разработки этих маршрутов для сайта. Мы попробуем прекрасное творчество Михаила Ивановича Николаева. Да, и Сергей Николаевич, это все очень красиво, это все очень правильно. Да, видишь, это, конечно, вообще винный бизнес, это бизнес персонажей, персонали. Да, согласен. Это все очень интересно, что вот эта часть моего маршрута, вторая, она проходит еще во встречах с очень интересными людьми. И с Михаилом Николаевым-младшим и старшим, с Алексеем Толстым. И я пока еще не познакомился, но видел тут несколько раз уже Андрея Романова. И это, конечно, все очень интересно. И интересно смотреть, как люди это все развивают. И интересно смотреть, какой отпечаток, знаешь, оставляют люди на этой земле. И стоит вилла, которые полы усланы коллекцией ковров Андрея Романова. На стенах висит коллекция живописи Андрея Романова. На столах стоят фаянсовые какие-то предметы из его романов «Фаянс». И это такое вот, знаешь, мне очень нравится, что возрождается вот этот вот... Очень красиво. Просто звучит энергия. Ты это рассказываешь, я прям чувствую. Да, помещичий какой-то образ жизни, когда люди развивают свою землю. Ну, это относится к нам, потому что это все проекты, в которых ты можешь действительно образовываться, отдыхать, получать эстетическое, культурное, гастрономическое полное удовольствие. Неважно, откроется спа или нет, когда у тебя есть вот этот высокий берег красивый. Да, да. Но сегодня я видел, ты знаешь, такое народное спа, когда я спустился к дикому пляжу, а рядом был пляж, я не помню, как он называется. А-ля Дайнека. Да, ты знаешь, и там пляж был такой частный, и туда вдруг стали выскакивать люди абсолютно черные с ног до головы в грязи. А там, оказывается, есть на территории частного вот этого пляжного комплекса, там есть грязевой вулкан, как они это называют туда. Значит, люди ныряют с головой, погружаются, выскакивают абсолютно черные. Бегут в сторону моря, 400 метров. Это же очень полезно. Да, на них это все высыхает, и они, значит, бросаются в воду. Бесплатно. В Нормандии за это брали бы деньги, как и в Бритаке. Нет, нет, здесь тоже берут, здесь тоже берут. А, ты сказал, да. Это часть частного. Я думаю, если их так много, то деньги не берут за то, что они такие черные берут. Ну, хорошо, мы с тобой разберемся. Видишь, я как знала, что есть спа натуральный. Но все эти пейзажи, я уверена, что на заходе солнца это еще более будет красиво. Да нет, это все подискающееся. Лето, июнь, Мальвы. Ты уже раздразнил меня до такой... Ну, меня спасает дождь за окном, красивый летний дождь. В Сталине люпины, которые нарвали просто с обочины дороги. Ландыши от моих учеников, то есть есть у меня чем заняться. Ну что, проведем перекличку, чего мы давно не делали. Давай, да, с удовольствием. Но я хочу поделиться новостью, что сейчас в 6 часов, через 4 минуты, я запускаю свой YouTube, свой личный канал. Да, и я не ради того, что я знаю, что Люба – герой YouTube. Я не хочу быть герой YouTube, я хочу также общения. Это будет канал, который будет насыщен вопросами, пожеланиями, темами от зрителей. Поэтому это действительно такой большой проект, который я ввела со своей командой. И сегодня в 6 канал должен заработать. И поэтому я тебе намекала на Байконур на 12 апреля. Это для меня такая же большая операция, потому что я сделала это все своим, как скажем, своей дотошностью. Я очень хотела. И поэтому мне, конечно, очень интересно, что из этого получится. Поэтому перекличка с удовольствием. Я посвечаю. Не включил, а вот. Пока я вижу только добрый день. Татьяна, перекличка. А я вижу, что Диана писала сочинение по «Герою нашего времени» на ЕГЭ. Да, совершенно верно. Да. Все хотят узнать, что мы с тобой читаем. Да, поэтому перекличка, если можно. У нас есть несколько. Киев роскошный, я не сомневаюсь. Краснодар. Киев. Китай собирается очень скоро. 28-го я буду в Киеве. Казань, Краснодар, Греция, конечно. Казань за меня не следит. Товановичи, прекрасно. Ленинград, Бирмингемы, розы зимние ваши, Алексей. Каламая, Таллинн, Эстония. Спасибо, Людмила Уэвера. Петербург с любовью. Казахстан, но в Султан. Мариуполь. Это Таллинн, тоже приятный пригород. Ты помнишь Пирита, да? Да, а Мариуполь здесь не так далеко. Good morning to California. Дубай. Харьков чудесно. Сарапул, Геннадий. Туда тоже идет прекрасный маршрут. Тольятти, Магнитарфор. Ростов-на-Дону. Топольчана. Немного, немало. Купчино. Прекрасно. Анапа. Московская область. Москва. Ростов-на-Дону. Геннадий. Это все в твоих краях. Ярославль. Торонто. Спасибо вам в Торонто. Вернись в Торонто. В Киеве вы будете с 28 числа. Тюмень. Лас-Вегас. Нитькаста у нас в Лас-Вегас. В эфире. Анита. Лас-Вегас. Прекрасно. Казань, как приятно. Италия. Вишалюта. Вишалюта ди Айталия. Про печенье. Прости, геолокации. Важно очень ставить. Да. Красноярск. Красиво. Лондон. Юлия. Я очень хочу... И я напоминаю, что маршруты мои можно будет... посмотреть на сайте Road Travel. Там все будет подробно описано с моими фотографиями. По каждой точке маршрута. Даны координаты. И... Ну, это такое просто... А с помощью промокода MasterCard можно будет эти маршруты получить бесплатно. С интересом. Конечно, с интересом в Санкт-Петербурге. Я даже на слово «Санкт-Петербург» уже смотрю с большим интересом. Просто на графическое изображение. Да. Поэтому спасибо огромное всем. Я спешу переключиться в свою новую рутину прекрасную, которую я сама себе создала. Я благодарю, я желаю всем красивого субботнего вечера. И, Надежда, еще раз шикарный бонус. Я буду стараться, чтобы у меня был повод, чтобы я смогла... Ну, меня с этим как-то можно и не поздравлять. Но это чудесный день. Я всегда спала на Красной площади. На концертах прекрасных. И я помню, действительно, было много связано событий с 12 июня вечером Красная площадь. Ты знаешь, как много там было прекрасных событий. Спасибо большое. Крым, Ялта, Лондон. Тоже очень красивые геолокации. Спасибо, Геннадий. Покажи еще раз бокал вина. Это серое или все же розовое? Оно такое гримки. Абсолютно розовое. Розовое. Нет, но оно нежно-розовое. Оно, если уж тогда... Ну, оно, да, скорее, может быть, гри. Гри для меня, да. Потому что розовое – это для меня анжуйское. А это здесь, конечно, ты видишь, я даже по телевизору люблю смотреть вино. Спасибо огромное. Всем красивого вечера и самых приятных. Ты считал, что выходные продлили до 19-го числа. И теперь это будет действительно долгих красивых выходных. И до свидания. Остаемся в эфире. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...